В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 73 диплома призеров и победителей регионального и заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников наградили в Доме учителя. «История одной коллекции. Как в Сарове появился музей военно-исторической миниатюры?» Читаем вслух. Девятиклассники познакомились со страницами романа о последнем месяце Великой Отечественной войны. Далее расскажем обо всем подробно. На мусорных площадках может появиться дополнительный бак для органики. Это позволит получить чистое сырье для переработки и производства компоста и другой продукции. Такую инициативу попросил проработать региональных операторов заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Александр Коган на седьмом съезде рекоператоров в сфере обращения с ТКО. Содержание органики в отходах может составить до 35%, а в стране уже создано около 300 площадок для компостирования. Из органических отходов делают удобрения и добавки к кормам. Если начать отдельно компостировать всю органическую фракцию отходов, то на полигоны поедет на 30-40% отходов меньше. К тому же гораздо меньше будет запахов. Также это снизит воздействие полигонов на окружающую среду. Торжественная церемония награждения призеров и победителей регионального и заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников состоялась на сцене Дома учителя. 73 ученика получили благодарственные письма и подарки. Отдельные слова благодарности прозвучали для учителей и директоров школ. Английским языком Руслан Родионов стал заниматься еще до школы вместе с родителями. В гимназии номер 2 юноша поднял уровень владения иностранным языком, и теперь это один из его самых любимых предметов. Помимо языка Руслан серьезно увлекается 3D-моделированием. К региональному этапу Всероссийской Олимпиады школьников ученик готовился вместе со своим преподавателем. Признается, что задания были нелегкими. Такой уровень требует от ученика хороших знаний предмета. Руслан Родионов стал призером Олимпиады по английскому языку. Лично для меня цель – это что-то доказать себе, что я что-то могу, что я что-то умею. Стоять в честь школы. Но для каждого это может быть своя цель. Каждый находит ее сам. А с английским языком будешь связывать жизнь? Я думаю, да. Мне очень нравится английский язык, и было бы хорошо с ним связать. Поэтому почему бы нет? На сцене Дома учителя состоялся торжественный прием победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской Олимпиады школьников. 73 юных саровчанина показали высокие результаты на уровне региона и страны. Всего ребята получили 119 наград. Ученик школы номер 12 Михаил Виноградов стал призером заключительного этапа Олимпиады по химии. В этом году ребята участвовали практически во всех школьных дисциплинах. А самыми популярными предметами остаются физика и математика. Но многие ученики показали себя и в гуманитарных науках. Вера Жарикова стала призером Олимпиады по мировой художественной культуре. Я участвовала в других Олимпиадах, но на регион еще пока что нигде не выходила, кроме МКК. Будьте собой. У каждого есть свои наклонности. И даже если вам кажется, что вы ничем не увлекаетесь, и если вам кажется, что у вас ничего не получится, это неправда. Вы молодцы, вы обязательно совсем справитесь. Будьте собой, самое главное. Традиционно наибольшее количество победителей и призеров регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников из 15-го и 3-го лицеев, 2-й гимназии. В этом году хорошие результаты показали также 10-я и 12-я школы. Очень много детей сегодня уезжают в большие города, в мегаполисы, где как раз сконцентрирована вся основная масса таких больших очень олимпиадников. И, конечно, Москву и Питер нам никогда не догнать. Но в целом, безусловно, мы на уровне Нижегородского улеза мы остаемся всегда в лидерах. И Нижний Новгород и Саров всегда представляют максимально достойно Нижегородскую область на территории России. Победители-призеры Всероссийской Олимпиады школьников получили благодарственные письма и подарки от Департамента образования Ирфят Сунеев. Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву, заявил глава Минцифры. Закон о нем президент подписал еще в апреле этого года. Также документ приравнивает электронные повестки к бумажным. После получения повестки призывнику запрещено покидать Россию. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Заявочную кампанию международной премии «Мы вместе» продлили до 31 мая. «Мы вместе» – это поддержка социальных инициатив, помогающих людям. Она объединяет волонтеров, коммерческие и некоммерческие организации, журналистов и блогеров, всех неравнодушных граждан. Премия посвящена гражданскому вкладу в достижение национальных целей развития России до 2030 года. Победители получат грант до 3 миллионов рублей, а также общественное признание, специальную благодарность от руководства страны и статус партнер национальных проектов, возможность продвижения и масштабирования своего проекта на всю Россию. Участвовать могут граждане в возрасте 14+, физические лица – представители НКО, малого, среднего и крупного бизнеса. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не поддерживает ведение эвтаназии бездомных животных. «Не только я, но и региональное правительство, и ЗАГС Собрание не поддерживали инициативу, которую все обсуждают», отметил глава региона. По мнению Глеба Никитина, законопроект необходимо доработать, в том числе на дополнительных обсуждениях. Пока в Нижнем Новгороде и области не планируют менять подход к регулированию численности бездомных животных. 26 мая Саров присоединится ко всероссийской акции «Ночь музеев». Площадки города будут работать с 19.00 до 24.00 часов. Среди них городской музей, художественная галерея, музей народной игрушки, культурно-просветительский центр Саровского благочиния, библиотека имени Маяковского, музей военно-морской славы, авто- и мотовыставка на территории парка АСС. Также будут организованы мастер-классы, лекции, интерактивные зоны. В торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Нижнем Новгороде, приняли участие лидеры молодежного общественного движения «Волонтеры Победы». В команду добровольцев вошла председатель Саровского отделения волонтеров Победы Елена Клюева. Подробности далее. Вступить в ряды волонтеров Победы Елена Клюева мечтала еще с детства. Она хотела помогать людям и побольше узнать об истории России. К этому Елену подтолкнули ее бабушки и дедушки, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В этом году Елена приняла участие в Параде Победы, который прошел в Нижнем Новгороде. Я встречала и сопровождала вип-гостей и провожала их на определенную локацию, где они находились рядом с трибунами, с ветеранами. И дальше мы после того, как мы проводили, мы потом встали в колонну вместе с полицейскими и смотрели Парад Победы, восхищались и гордились своей страной. По окончании Парада Победы все волонтеры возложили цветы к вечному огню. После добровольцам предоставилась уникальная возможность пообщаться с ветеранами и узнать их истории жизни. Всего в Параде приняло участие 100 волонтеров со всей Нижегородской области. Чтобы стать участником Парада Победы, желающим нужно было заполнить анкету и рассказать о своих навыках и умениях. Я всегда мечтала попасть на Парад Победы именно в Нижний Новгород. И моя такая существовалась мечта. Я стала частью одной большой команды. И когда я стояла, смотрела на Парад, это действительно такое чувство гордости за свою страну и, конечно же, дань уважения. Сейчас Елена Клюева занимается волонтерством Победы в нашем городе. Со своими подопечными она проводит различные акции, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Волонтеры принимают участие в патриотических конкурсах, квестах и играх. Мы занимаемся, это, конечно же, сопровождение непосредственно в День Победы, это бессмертный полк. Это, конечно же, мы, когда у нас проходит акция Георгийской ленточки, мы стоим на точках и раздаем Георгийской ленточке всем горожанам. Если это акция блокадный хлеб, то мы набираем волонтеров, их обучаем. То есть они у нас и сопровождают участников акции, кто к нам приходит, дальше могут выступать в качестве экскурсовода, рассказывают про акцию. В команде Елены Клюевой около 80 добровольцев, и все они горят своим делом. Вступить в ряды волонтеров Победы может любой желающий, достигший 14 лет. Более подробную информацию можно получить в Клубе здоровья, Носилкино, 10А, здание ОБЦ. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. История того, как одна коллекция со временем превратилась в целый музей. Жемчужина Сарова, музей военно-исторической миниатюры, давно стал достопримечательностью закрытого города. Здесь можно увидеть Наполеона, Александра Македонского, Д'Артаньяна и других исторических личностей, познакомиться с диорамами крупных сражений. В Международный день музеев на экскурсию у Вячеслава Лапашова побывала и наша съемочная группа. Собирать солдатиков Вячеслав Лапашов начал еще в детстве. Сначала коллекция пополнялась обычными оловянными столбиками. Так Вячеслав Викторович называет своих первых солдатиков. А уже после начали появляться пластиковые фигуры. И вот спустя несколько лет мужчина составил свой собственный музей военно-исторической миниатюры, где нашел место к каждому экспонату. Сразу наполнилась эта комната, две эти комнатки, и диорамой Бородинского сражения, и другими витринами с солдатиками. Очень огромное количество, конечно, солдатиков было тех времен, когда я совсем был маленький. В музее можно увидеть Наполеона, Александра Македонского, Д'Артаньяна и других исторических личностей. Также можно увидеть машины и танки Великой Отечественной войны, медали, ордена и кители. Мальчики, девочки, которые сюда приходят, не могут ознакомиться с такой небольшой историей. Я не скажу, это у нас не супер-музей, но такая маленькая выставка специально для людей, которые хотят укунуться в мир, наверное, игры, в мир детства, а некоторые в мир истории. Для маленьких посетителей музея Вячеслав Лапашов придумал витрину, на которой расположилась коллекция щелкунчиков. По словам Вячеслава Викторовича, малыши еще не понимают историю, но увидев знакомую фигурку, загораются интересом. Щелкунчик это все знают, он видит, ай, какая интересная игрушка, и сразу ему становится интересно. А потом мы его подводим вот к такой маленькой диорамке, где рыцари бьются около замка. И тут они думают, ну это что рыцари воюют около замка-то, зачем? Оказывается, там стоит принцесса из Барби сделанная. Оказывается, они борются за принцессу, и тут им становится уже интересно, они уже понимают смысл какой-то вот. Ну и зачем что-то происходит? Прийти в музей военно-исторической миниатюры может любой желающий с понедельника по пятницу с 15 до 20.00. Без возрастных ограничений. Сотрудники канала 16 поздравляют всех сотрудников музеев с профессиональным праздником. Желаем, чтобы залы никогда не пустили, а для посетителей поход в музей всегда был частью культурной программы. Роман «Эпопея» Эммануила Казакевича «Весна на Одере» открыли для себя учащиеся девятых классов школ города на очередной встрече городского проекта «Читаем вслух». На этих чтениях проект завершил свою работу в этом учебном году. Вместе с учениками слушала отрывок романа о последнем месяце Великой Отечественной войны и наша съемочная группа. Лобинцов тихо рассмеялся по поводу укутанного оружия и спартанской неприцезательности солдат, этой приобретенной на войне вечной готовности к бою. На очередной встрече проекта «Читаем вслух» саровские девятиклассники познакомились с романом Эммануила Казакевича, написанным в 49-м году «Весна на Одере». Действие происходит весной 45-го. Советские войска готовятся к форсированию Одера. Месяц остается до победы над фашистской Германией. Но впереди еще тяжелые бои и большие потери. Причем написывает события, участникам которых тоже был, потому что он тоже был разведчиком и тоже дошел до долины. События в этой книге апрель 45-го. За месяц до конца войны. Вообще полипать за месяц, за неделю, за день до конца войны обиднее, наверное, сто раз. На фоне масштабных боевых операций, жестоких сражений и штурмов немецких укреплений тянется любовная линия двух героев. Майора гвардии, разведчика Сергея Лубенцова и военврача Тани Кольцовой. Они встречаются в 41-м, когда вместе выбираются из окружения. Во время отступления их пути расходятся. А в апреле 45-го, во время форсирования Одера, они снова случайно увиделись. Я считаю, благодаря таким произведениям может воспитываться патриотизм. И также такие произведения помогают нам не забывать о том, что было в прошлом в нашей стране. С одной стороны, любовная линия главного героя и его, соответственно, возлюбленный, и близкая победа, которая уже приближается. А с другой стороны, продолжающаяся потеря солдат. И вот именно из-за этого произведение вызывает такие смешанные чувства. Чтение романа Эммануила Казакевича – последняя литературная встреча саровских школьников в этом учебном году. Проект на протяжении нескольких лет знакомит учащихся с лучшими произведениями отечественной и мировой литературы. Мне проект нравится. Я считаю, что этот проект способен, так скажем, убить у многих ребят такую вещь, как боязнь сцены. То есть я сам буду счастлив. Ну, мало где участвовал перед незнакомой публикой. Но, как обычно, эти ощущения незабываемые. Это очень хороший жизненный опыт. Записи чтений публикуют на сайте Дворца детского творчества. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА